Здравствуйте, дорогие мои, дорогие, роскошные и шикарные дамы! Добро пожаловать в мех без правил, единственный телепроект, в котором не вы выбираете шубу, а шуба выбирает вас. Сегодня героиней нашего проекта станет очаровательная, сногсшибательная, изумительная, да и просто красивая девушка, которую зовут Ольга Чусова-Кисленко. Встречайте! Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Спасибо большое, что нашли время и в своем сумасшедшем графике, во-первых, преподаватели, во-вторых, заведующие кафедры, ну и, разумеется, вселюбимые народные артистки, вы нашли время и пришли на программу. Прежде всего, мне бы хотелось узнать, какие шубы у вас есть, может быть, когда-то были. Расскажите историю своего знакомства и общения со всевозможными мехами по жизни. Ну, моя история начала. Еще я знаю, что у вас в свое время была шубка из енота, что это был за фасон, как она на вас смотрела? Тоже был очень большой красивый мех. Красивый мех. Да, и я эту шубу до сих пор хорю, что иногда меняю... То есть вы кормите моль. Да, иногда меняю таблицу. Скажите, а вот сейчас, когда вы живете уже в достаточно современном мире, который предлагает не только всевозможные меха, но и совершенно разные фасоны, разные смеси, то есть, казалось бы, да, на первый взгляд, стилисты предлагают нам такие варианты, которые, ну, как-то сложно представить по совмещению. Что вам нравится? Единственная шуба из чернобурки, причем я мечтаю... Так вы, пожалуйста, мечтайте, поспокойтесь. Да, причем неудобная. И, в общем-то, как-то так получилось, что ту длину, которую бы я хотела, она, так скажем, мне не шла, но хотелось бы богатую длинную шубу. Прямо сейчас мы с вами отправляемся к нашему стилисту Юлии, которая подготовила для вас потрясающий меховой гардероб, состоящий из нескольких меховых образов. Пока Ольга готовится к примерке, стилист Юлия Северюкова пригласила меня на этап подбора мехового гардероба для героини проекта. Юля, ну вы же видели, какая у нас героиня. Яркая, открытая, творческая. Да, творческая. Как вам будет сложно, мне кажется, подобрать для нее гардероб? Нет, Оля, я больше люблю именно с такими людьми. Как-то у меня лучше получается. Они меня, наверное, вдохновляют, зажигают. И такие люди как-то охотнее откликаются на модные тенденции. Они охотно их используют в повседневной жизни и как-то откликаются лучше. Юля, к какому цветотипу принадлежит наша героиня? Ну, 70% населения России – это цветотип лета. Что вы говорите? Да, оказывается, поэтому у нас... То есть я – это эксклюзив зимата, да? Да, вы просто эксклюзив. Вы уникальны. А Оля у нас неконтрастное лето. Конечно, холодные будут ей очень хороши. Чуть-чуть с таким тепловатым потоном ей допустим. Если еще использовать аксессуары различные, мы с вами уже обсуждали эту тему, что с помощью аксессуаров можно исправить любое положение. Согласна с вами. Поэтому допустимо все. Я более чем уверена в этом. Давайте уже приступим к подбору гардероба для Ольги Кисленко. Вот такую предложу я Оле шубку из Соболя. Потрясающее предложение для Оли. Да, уж Соболь роскошный. Красота. И вот только одни тактильные ощущения, чего стоят. Солюшается, да. Но вот такую шубу достаточно пафосные, статусные вещи. И чтобы убрать вот эту статусность, пафос какой-то лишний, нужно надевать с брендовыми джинсами. Активный образ жизни у нее и гастроли, и разъезды, и прочее, прочее. Я думаю, коротенькая шубка ей будет... Да, и вот такая норковая полупа, чтобы не выглядеть слишком строго, слишком пафосно. Джинсы, грубые ботинки, грубый свитер, и вы будете ультрамодными. Слушайте, потрясающе нынче мода. Ну, а одеться в духе классики, я думаю, может... Каждый. Брюки со стрелкой на деловую встречу всегда вместо. Универсальная вещь. Да. Что мы еще предложим нашей героине? Для Оли я бы еще вот такую предложила. Шубу из рыжей лисы, очень красивая, янтарного такого отблеска. Очень красивая. Юр, что это, лиса? Это лиса. А какой-то цвет у нее интересный. Ну, она тонированная. Тонированная немножечко, да? А здесь очень удобно. Потому что, смотрите, естественный остается, когда тонируют мех. Чуть-чуть высветлены на ось, кожаные вставки. Они зрительно сужают силуэт, делают его изящным, несмотря на то, что, да, у нас есть объем меховой. И, в принципе, практично не вытирается мех на самых вот тонких местах, на самых болезненных. Да, это обычно боковая часть, это рукава, когда они присутствуют, но, разумеется, область талии, тем более, когда есть ремень. Но вот здесь, насколько я понимаю, функциональной нагрузки ремень не несет. Это просто декоративный элемент, который отстегивается, пристегивается. Разумеется, здесь мех протираться не будет. Это очень удобно. Да, и здесь еще, конечно, функция ремня, это подчеркнуть талию, выделить ее и сделать более тонкой. Составлять комплекты с таким жилетом можно самые разнообразные. Это и джинсы, это и шифоновое платье длинное в пол, то есть такие этно-мотивы, немножко в стиле хиппи, очень красиво. И такое шифоновое платье в пол с рукавами модными, и плюс мех будет шикарный, вообще ультрамодный образ. Но вариант все-таки не на зиму, а на такую прохладную уже осень или на весну, либо автомобильный вариант. Ну да, это быстренько добежать до автомобиля, и потом там быстренько добежать до места. Быстренько, но с шиком. Но с шиком, да. Юля, я думаю, что вы уже определились со всевозможными образами для героини Ольги, и давайте уже отправимся к ней на примерку. Давайте. Айдите. Сегодня теплые, легкие и пушистые шубки из енота завоевывают все новые и новые высоты на рынке меховых изделий. Привлекая большинство женщин не только своей красотой, но и очень заманчивой ценой. В этом сезоне мех енота присутствует в коллекциях многих именитых дизайнеров. Модельеры охотно используют не только натуральную фактуру, но и активно пробуют различные тонировки. Очень роскошно выглядят песцовые шубы, у которых также длинный ворс. Они очень пышные и теплые, комфортные и красивые. Женщина в такой шубке выглядит королевой. Юля, ну страсть как хороша. Да, действительно. Это как раз вот тот модный образ, о котором я говорила, когда, чтобы убрать лишний, ненужный пафос с жакета из соболя, к нему надевают кожаные брюки. Или джинсы можно, да? Да, или джинсы. В данном случае мы взяли кожаные брюки, рубашку с таким растительным принтом серую в тон, и получился вот такой ультрамодный образ. Здорово. Мне кажется, Ольге он очень идет, и хотя здесь пушнина не очень такая, как сказать, объемная, как бывает в Чернобурке, либо в песце, или в еноте, но мне кажется, ей вот самое то. Меньше не надо. Да. Очень красиво. Какая очаровательная капа. Это лисица? Да, это арктическая лиса. Вот. И здесь идет черный рисунок. Арктическая лиса. Похож на норку-крестовку чем-то. Есть что-то, да. Вот такая расцветка, только длинноворстная. Боже, как ей идет, как красиво. Она просто королева. А вот этот утонченный вариант, да, в виде декоративного поясочка внутреннего пояса. Италия. Ощущение, как будто она просто отсутствует. Вот стержень, тонкий-тонкий стержень. Хотя у нас героиня достаточно стройная и имеет отличную фигуру. Эта шуба ей просто к лицу. Юлечка, но в этом варианте, мне кажется, вы решили преподнести нашей героине самый настоящий сюрприз, вернуть ее в прошлое, когда она, помните, рассказывала, да, что у нее была шуба из енота, как она ее любила и до сих пор, кстати, ее хранит. Енот сейчас опять на пике моды, он очень популярен, этот мех очень практичный, то есть это у нас образ, ну, на каждый день. Но вот это какой-то другой енот, не такой, как был в прошлые времена? Ну, все меняется, все технологии обработки меняются, улучшаются. Посмотрите, какой красивый, какой ровный. Струняющийся, легкий. То есть такая практичная куртка, и носить такие куртки нужно вот с нарочито женственными вещами. То есть это чтобы быть очень модным. Юбка-карандаш лаконичная, женственная, розовые перчатки и шарф я добавила для того, чтобы, ну, розовый такой женский, ванильный такой цвет, маленькая сумочка, то есть все такое женственное, аккуратное. Очень красиво. Роскошно она, просто королева. И, кстати, это ее мечта. Помните, она говорила, что мечтает о чернобурке. И очень хочется длинную в пол, но, мне кажется, в укороченном варианте нисколько не хуже смотрится этот благородный мех. Это очень красивая модель. Здесь идет укороченный рукав, который можно надеть вот с такими перчатками. Либо полностью перчатки дополнят образ. Красивый яркий шар для того, чтобы добавить цвета. Потому что у нас здесь черное платье, темный мех и вот такое яркое пятно в виде шарфа красного и красной сумки. Очень красивая шапка, очень у Ли идет. И потрясающе просто идут шапки. И нужно это использовать. И очень допускается сочетание разных мехов. То есть чернобурка и из однотонного песца такая вот кругленькая шапочка. Июля, как красиво! Сбылась мечта нашей героини. Она примерила шуму мечты. Как ей идет! Как ей идет! Славянская красавица! Великолепные чернобурки! Достаточная длина, мне кажется. Не надо длиннее, правда? Длиннее не нужно. Подолом обтирать пол и авто. И к чему она спляс спустилась. Смотрите, как ей самой это нравится. Да, приятно видеть. Счастливое лицо нашей героини. Фасон, расклешенная к низу. А силуэта шума, пошив, розшив. Впереди вставлена планка поперечной сборки. Вот видно полоски такие. Роскошный розшив. Великолепно смотрится. Шуба играет. Она плавная. Она пластичная. Она роскошная. Хочется самые-самые эпитеты добавлять. Красивый, роскошный, великолепный. Мне кажется, она очень и очень теплая. Конечно. Чернобурка прежде всего теплая. А когда она шьется в розшив, она легкая становится. Облегченная. Теплая, но легкая. Какой-то дополнительный подклад для утепления используется в изготовлении этих шуб? Или нет необходимости? Нет, он здесь не нужен совершенно. Здесь достаточно самого меха. Он прекрасно хранит тепло. Он великолепен. Согреет в любую погоду. Естественно, прежде всего украсит. А я бы хотела еще обратить внимание на капюшон. Да, это очень важная деталь. Едешь ты в машине, выходишь в магазин, не хочется портить прическу, или приезжаешь куда-то в гости, я не знаю, в ресторан или еще что-то, накинул капюшончик, и тепло, не простудился, и смотрится элегантно. Я считаю, что этот элемент для нашей суровой зимы просто необходим. Вот пример, как правильно носить жилет. Что жилет – это не только джинсы, брюки и красоты. Джинсы и водолазка – это банально. Вы будете выглядеть банально. А если надеть такой жилет с платьем, роскошный, с украшениями красивыми. Будет элегантный даже вечерний образ. Юлечка, сегодня вы предложили роскошные, ни на что образы для нашей героини Ольги. Сказать честно, я даже представить не могу, что у нас будет в финале. И абсолютно отличается от стандартной, привычной для нас черно-белой черно-белой. Я на самом деле очень благодарна этому проекту, потому что я здесь себя ощутила настоящей элегантной женщиной. И плюс ко всему здесь было такое изобилие шуб. Мне очень понравилось то, что мне предложила Юлия. И я бы наверняка, может быть, себя не увидела с той стороны, из какой меня увидел стилист. Поэтому я благодарна. Все то, что со мной произошло, это волшебство, это сказка. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто принимает в этом проекте участие. Большое спасибо этому проекту. И Ольге Аркеля в том числе. Спасибо большое. Как вы видите, Ольге Чусове-Кисленко, героине сегодняшней программы «Мег без правил», этот вариант очень понравился. И самое главное, великолепная шубка из тонированной чернобурки ей очень даже к лицу. Это был телепроект «Мег без правил», единственный проект, в котором буквально через некоторое время мы встретимся вновь, и вы узнаете, для кого греческие мастера сошьют новую исключительную шубу. До свидания.